Итак, друзья, у нас с вами вторая лекция ведомарафона второго дня, «Как музыка исцеляет психическое и физическое здоровье». Елена Валентиновна, вам слово. Всем приятного времени суток. И, конечно, предыдущий эксперт рассказывал о том, что всё есть система и как можно найти отражение проекции нашего организма буквально на периферических частях нашего тела, на фалангах пальцев, рук, ног. Так, наверное, и в нашей жизни тоже случается то, что всё есть система и всё находит своё отражение в жизни, всё находит своё отражение в нашем организме. И сегодня мне хочется прикоснуться к такому удивительному изобретению природы, жизни – это музыка. Знаете, люди спорят, что первичная музыка – это танец. Сложно сказать, потому что всегда первичный был ритм. И именно ритм приглашает нас к очень удивительному переживанию себя в разных состояниях. И сейчас звучит музыка, но целый такой, как некий момент перехода, который может настроить вас на действительно ту волшебную силу, которая кроет себя музыкой. И сегодняшняя современная жизнь, она состоит из очень многих разных звуков. И теле, и радиовещания, и шум города, и шум природы. И так много всего, и столько много какофонии, и так редко можно послушать тишину. И, наверное, сегодня я буду говорить об очень простых вещах, потому что, по большому счёту, чем дальше живёт человечество на планете Земля, чем сильнее и плотворнее развивается маленькая техника, и наша жизнь становится всё более цивилизованной тем, как будто бы мы становимся всё дальше и дальше от наших природных истоков. Потому что жизнь человека, она абсолютно неразделима с тем, как устроен мир, как устроена природа. И, наверное, музыка в данном случае является, со своей ритмической и хронической основой в данном случае является таким естественным мостиком между природным, окружающим нас миром и тем внутренним миром, организменным, который нам очень сложно увидеть глазами, только может быть на МРТ, на рентгенах, на каких-то других, в случае этих других средств технического оснащения, но который нам всегда напоминает о себе разными состояниями, разными телесными ощущениями. Это могут быть и эмоциональные переживания, это могут быть и телесные ощущения тепла, холода, боли, позитивного переживания тела. И всего того, что наша жизнь на этой земле, она очень телесна, и поэтому, наверное, сегодня мой фокус внимания на том, как музыка исцеляет психическое и физическое здоровье, как музыка является тем инструментом, который с одной стороны может очень гармонизировать и может очень поддерживать и оздоровлять состояние, а также может, конечно, влиять не лучшим образом. У меня небольшая сложность с тем, чтобы переключать демонстрацию, поэтому я прошу вас, да, спасибо, переключать вас, потому что что-то как-то у меня везде не настраивается. И да, действительно, ритм — это порядок движения. И я хотела бы начать свое представление со слов, которые сказал Дон Кэмпбелл, музыка-звукотерапевт, о том, что сила музыки заключается в ритмах физического тела. Ходьба, бег, дыхание, неустанное биение пульса формируют глубинный ритм, на котором основывается мир звуков. Когда движение повторяется много раз, рождается мелодия, слова или другая тональная деятельность. И действительно, если посмотреть на само начало жизни человека, то, как развивалась культура и культурные основы, то буквально музыка создавалась из того, что звучало вокруг. И когда звучит шум ветра, когда он соприкасается с какими-то препятствиями и взрывает, не знаю, в скалах, или создаёт волны на воде, или шуршёт листвой или травой. Это пение птиц, это треск костра, это шум водопада, жижание пчелы, стрекотание сверчка. Но и много других звуков, потому что, по большому счёту, звук — это и есть некое колебание частиц в какой-то приёмной среде. И поэтому звук действительно создаётся благодаря тому, что частица начинает вибрировать. И как раз именно эти вибрации начинают создавать пространство такого заражения и включает, собственно, и наш организм как-то живую систему тоже в эти вибрации. И, конечно, в современном мире в таком беге событий, в таком многообразии шумов и звуков мы находимся под влиянием многочисленных шумовых вибраций, мы находимся под влиянием многочисленных звуков. И, конечно, наш мозг всегда воспринимает эти звуки, и какие-то звуки являются более сильными акцентированными, являются такой основной фигурой нашего восприятия. Какие-то звуки становятся фоном, но, тем не менее, мы всё время находимся в этом постоянном звучании. А для того, чтобы восстановить равновесие, для того, чтобы как-то выдохнуть и почувствовать себя, ощутить себя, так иногда важно соединиться со своей внутренней тишиной или со своей внутренней музыкой. И, конечно, иммунный ритм – это то, что издает порядок движения. На сегодняшний момент существует огромное количество исследований, которые показывают, что именно этническое воздействие влияет на структуру, на структуру и на состояние, на структуру и психоэмоциональное состояние человека. Оно влияет также на структуру самой клетки. И, наверное, самым удивительным таким открытием было, когда изучалась клетка воды, и на эту клетку, на воду воздействовали звуком молитвы. И было обнаружено, что при повторении молитвы клетка воды стремилась к своей идеальной структуре кристаллизации. И мне кажется, в этом как раз и есть такая сакральная история, то, как музыка воздействует и влияет, исцеляет наше состояние. И с поколевиков люди создавали всевозможные обряды и создавали всевозможные ритуалы. И, наверное, музыка появилась вместе с танцем, потому что изначально, пока не создались те инструменты, которые создают прекраснейшую музыку, были те инструменты, которые буквально создавались из природных материалов. И когда на дерево натягивалась кожа и получался барабан, когда буквально из травинки создавалась дудочка, когда создавались трещотки, игрались на ложках и на разных других инструментах, которые были здесь и теперь. Но, наверное, самым главным инструментом всегда являлся организм человека. Потому что как только появилось человечество, наверное, оно сразу начало петь и звучать. И первые звуки, с которыми мы знакомимся, это звуки организма нашей мамы, когда мы находимся у неё в утробе. И буквально мы развиваемся под ритм её дыхания и ритм работы внутренних органов, и, конечно же, ритм сердца. И поэтому, конечно же, здоровье приходит нам тогда, когда мы находимся в своём ритме, когда мы находим возможность быть, жить в той ритмической структуре, возвращать себя в ту ритмическую структуру, которая нам даёт ощущение себя. Потому что возвращение к себе является краеугольной частью нашего эмоционального здоровья, которое, конечно же, коррелирует с физическим здоровьем. Я попрошу сделать следующий слайд. И наряду с этим у нас есть, конечно же, и внешние ритмы. И сейчас лето. На всём континенте лето очень разное. Где-то оно дождливое, где-то оно очень солнечное. И, конечно же, хотим мы того и не хотим, у нас есть так называемые космические часы, которые обеспечиваются вращением нашей планеты Земля вокруг своей собственной оси и вокруг Солнца, движись по орбите. И есть такое понятие, как сезонность. У нас есть весна, лето, осень, зима. И каждое время года приглашают к своим природным ритмам. И наш организм, как живое тело, оно очень соединяется с этим. Если опять обратиться к истокам, то в каждом сезоне есть свои удивительные мелодии. Есть мелодии, которые приглашают Солнце греть ярче и топить снега. И весенние мелодии — это всегда мелодии перелива, это всегда мелодии пробуждения, рождения, где есть очень много потока, много мелодии и такие очень ясные, чёткие ритмы. Как будто бы Солнце своими лучами с одной стороны гладит Землю, согревая её, а с другой стороны, ну, как-то такими ударными шагами приглашает пробудиться Землю. Знаете, как будто не так сильно трясти, а когда вот вставай, вставай, вставай. И это то, что заставляет наше сердце биться в очень удивительном ритме, и приходит такая пора влюблённости. И не зря, наверное, весну всегда считают временем года, когда мы начинаем открываться, открываться миру, открываться любви, и возникают очень тёплые чувства. И как будто бы наше сердце начинает таять, и мы начинаем петь. И сейчас, когда я говорю эти слова, я вспоминаю советский фильм про весну, когда Любовь Орлова как раз пела песню про «Журчат ручьи». И эта песня, она очень тихо открывает и очень отражает вот ту энергию весны, которая заставляет Землю проснуться, пробудиться и пробуждает также наш организм от спячки. И если говорить про российскую теснительность, конечно, особенно в северных районах, мы начинаем снимать с себя тяжёлые одежды и начинаем переживать больше лёгкости, и, соответственно, у меняется больше дыхания. И когда к нам приходит лето, ритм жизни как будто бы усиливается, потому что активность солнца усиливается, и мы начинаем двигаться быстрее. И песни, ритмы, которые звучат, они более активны, и существует огромное многообразие ритмических структур. И если посмотреть на любые летние песни, там очень много акцентов, разных акцентов. И действительно лето всегда наполнено огромным количеством событий. И музыка, которая освобождает лето, это очень энергичная, зажигательная музыка, которая буквально приглашает наше тело в пляс. И очень многие популярные музыки, которая с таким проявленным ритмом и такой простой мелодии, она приглашает к танцу. И это как раз музыка такого лета, зажигательная музыка лета. И, наверное, это может быть связано с тем, что действительно нам требуется уже меньше одежды, и наше тело гораздо более свободное для движения. И если мы обратимся к культуре тех стран, где солнце еще более жаркое, еще более яркое, мы услышим очень разнообразные ритмы, и эту музыку будут сопровождать всегда барабаны, разные барабаны. И к нам приходит осень. И осень приходит тогда, когда буквально природа созревает и начинает отдавать свои плоды. И она буквально начинает раздеваться и снимать с себя листву, обияние, отдавать то, что она вырастила за лето. И приходят дождики, которые уже более холодные, которые помогают заземлить, может быть, тот опыт, который природа нажила за лето. И поэтому в осенних красках всегда есть очень много такого легкого ритма, очень протяжной мелодии, как мелодии дождя. В осенней музыке есть очень много певучести, и есть очень много такого равномерного, может быть, даже чуть-чуть вальсирующего ритма. И если послушать мелодии осенних хороводов, то всегда можно услышать мелодии с такой протяжной ноткой грусти, печали, как некого ухода. И, конечно же, есть зима. Зима очень разная в зависимости от удалённости от солнца. И, конечно, в зиме есть, с одной стороны, очень протяжные песни, завывающие, как будто поёт вьюга. И есть искрящиеся песни, которые буквально таким морозцем бодрят, как сверкает снег, как создаётся такое волшебство, когда солнце начинает отражаться в ине, начинает отражаться от поверхности бескрайнего белого покрова Земли. И мы с этим совсем входим в резонанс, потому что на самом деле основу заготового переживания составляет резонанс. И наш организм как некая система, которая тоже существует в своих собственных вибрациях. И каждый орган вибрирует и имеет свой особый ритм взаимодействия. И если привести такую метафору, такую метафору, как часы, то действительно наш организм, он работает как часы. И когда каждая шестерёнка, восьмерёнка крутится в определённом ритме, в определённом темпе и находится в согласии, то тогда часы не отстают, не спешат, они идут равномерным ритмом. И тогда есть такое переживание внутреннего порядка и значит здоровье, как эмоционального, так и физического. Но если какая-то шестерёнка или какая-то восьмерёнка начинает вести себя как-то по-особому, тогда сбивается общий ритм. И тогда внутренняя система начинает лихорадить. Буквально, когда у нас повышается температура, у нас начинает трясти и организм начинает справляться с тем воспалением, которое у нас есть внутри. Вот так наше эмоциональное и физическое здоровье. Но если чуть-чуть разрушается гармоничность ритма, у нас буквально начинает лихорадить. И тогда к нам приходят болезненные переживания. Я попрошу следующий слайд. Спасибо. Исследование психотерапевтов показало, что действительно вот эта сезонность и ритмический резонанс очень связаны с нашими мотивированными состояниями. И на каждом круге нашего переживания мы сталкиваемся с так называемыми аффектами, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. И опять, это неплохо, нехорошо. Все наши аффекты, а их не так много, это страх, это гнев, это печаль, это изумление, это радость, это интерес, это стыд и отвращение. Эти аффекты очень важны, потому что они связаны с жизненными, актуальными ситуациями. И болезнь приходит не тогда, когда мы переживаем эти аффекты. И болезнь приходит не тогда, когда они являются нашими спутниками жизни. Болезнь приходит только тогда, когда они начинают нами владеть, когда не мы их танцуем, не мы их звучим, не мы с ними взаимодействуем, а когда они очень сильно влияют на нас, а мы пугаемся их. И Елена Лопухина обратила внимание на то, что действительно вот эта сезонность, весна, лето, осень и зима, это есть как некий такой крик, ритуальный круг переживаний. И весной мы действительно сталкиваемся с переживанием такого отчуждения. И именно весна, с одной стороны, конечно, это пора любви, когда открывается сердце, но с другой стороны, в этой весне есть очень много тоски о том, что эта любовь может не случиться, и что я могу оказаться не такой красивой, и что я могу оказаться не тем, кого выбирают. И здесь есть очень много такого переживания, отчуждения, и может быть, даже, знаете, ну, стыда, проявленности. поэтому, наверное, существует огромное количество каких-то таких специальных ритуальных переходов из зимы к весне, и мы на странице журналов видим, как похудеть к лету, как похудеть, как привести себя в порядок. И мы буквально, как и приводят, тоже начинаем чистить перышки и создаем такой прекрасный образ. И поэтому мелодии весны, они очень явлены с переживанием такой беззащитности, равномости перед оценкой, перед тем, что весна приглашает меня раздеться и снять тулуп и буквально явить себя миру. И буквально отправиться в путешествие на поиски чего-то нового, прекрасного. И переход в лето это всегда приглашение к такому состоянию открытости, проявленности, выраженности, приглашение к такому очень разнообразному переживанию себя, когда очень-очень много ярких красок, когда очень много разных звуков, когда очень много выразительности, потому что солнце буквально припекает и погода может быть очень избелчивой, как вот, например, сейчас, я знаю, что где-то очень жарко, а где-то действительно очень-очень холодно. Хотя вроде бы как на дворе конец июля. И тогда мы действительно открываемся к следующему аффекту, это аффект страха, потому что мы сталкиваемся с тем, что каждый день он может приносить что-то новое, и это огромное-огромное пространство неизвестности, потому что каждый день открываются новые цветы, каждый день происходит что-то неизвестное, что-то гораздо большее, и как раз именно этот аффект открывает встречу с таким священным переживанием жизни, потому что именно в лето жизнь проявлена в максимальных красках. И тогда мелодии, они тоже очень ритмические, потому что именно повторяющийся ритм, и повторяющиеся мелодии, они как будто бы совершают такой ритуал замаливания внутри страха. И следующее пространство, это пространство осени, и в осени очень много ярости, очень много ярости, потому что меняется порядок, и вот буквально вчера все цвело, и было зелено, пышно, ярко и красиво, и с осенью наступает пора другая, пора уныния, и очень не хочется дойти. И тогда возникает вот этот гнев, вот эта ярость, когда что-то все не так, и это то, что потом приводит к печали и переживанию, печали, горе, потери, когда мы начинаем переходить именно от осени к зиме. И зимой, конечно, мы замираем внутри и находимся в такой, как будто во внутренней спячке, потому что меньше солнца, потому что меньше такой активности, и действительно холодно для того, чтобы жить и продолжать дальше, проявлять себя, нужно проявлять максимально телесную активность, потому что для того, чтобы согреться, нужно гораздо больше огня. И поэтому действительно с этим вниманием, что каждый сезон он приглашает и свою ритмическую структуру, но также он приглашает эмоциональные переживания. Я сказала про этот такой четырехчасный круг, с одной стороны, с другой стороны, очень важно понимать, что такие эффекты, как интерес и радость, и такой эффект, как изумление, как встреча с неожиданным, это то, что сопровождает нас, и которое не связано напрямую сезонностью, это то, что является центральной основой переживания себя. Исследования психотерапевтов и врачей показывают, что действительно, как только человек теряет интерес к жизни, теряет радость, то как будто бы он становится во власти вот этих разных аффектов, ярости или гнева, горы или печали, стыда или отвращения, страха. и тогда действительно перестает им владеть и тогда приходят к нам эмоциональные и физические заболевания. И можно дальше слайдик. И мы таким образом приходим уже к нашему переживанию здоровья. И прежде чем я продолжу дальше, мне очень хочется спросить у вас, уважаемые слушатели, «А вы знаете, какую музыку любит ваше сердце? А вы знаете, какую музыку играет ваше сердце? А вы знаете, на какую музыку откликается ваше сердце? И какую музыку оно не переносит?» можно много говорить о том, что какие исследования существуют, но, наверное, самым главным резонатором нашего здоровья является то, что связано с нашим сердцем, это наша психия, душа. Это наше интимное переживание и эмоциональное чувство вне жизни. потому что именно мы являемся экспертами того, что нас поддерживает и что нас разрушает. И когда я, как эксперт, теряю свою собственную экспертность и свою собственную жизнь, тогда как будто бы я начинаю отдаваться во власти другого, чего-то большего, который буквально меня подчиняет, который буквально меня заставляет совершать какие-то свои собственные ритуалы. Я как будто бы становлюсь рабом, рабом своего состояния. И я очень много сегодня говорю о ритме, только потому, что ритм является действительно таким ведущим, ведущей основой, который создает определенное энергетическое пространство и вибрирующее пространство, которое захватывает наше тело и приглашает его совершать колебательное движение в том или ином ритме. Вы наверняка размечали, что каждая мелодия она приглашает тело в движение. И каждая мелодия и каждый ритм она буквально заставляет тело двигаться. Особенно это ярко видно на малышах, потому что как только вычитывая или иная мелодия, она сразу начинает двигаться моментально. И конечно, когда мы уже взрослые, у нас уже есть понимание, как правильно себя вести, как реально себя вести, мы как будто бы не пускаем музыку в свое тело. И действительно для того, чтобы ритм и музыка работали на здоровье, и чтобы вы действительно стали экспертами своего эффективного переживания жизни, своего качества жизни, важно понимать, что природа музыкального ритма во многом берет свое происхождение в мультуальных переживаниях человека. И в музыке используются ритмические корреляты эмоциональных состояний, потому что музыка это то, что в итоге создал человек, когда он начал отражать не только природу окружающую его, но и пропускать вот эти звуки через свое сердце и соответственно буквально создавая мелодию своей души, которая плачет, которая боится, которая радуется, которая интересна, которая верит в волшебство, которая любит, которая ненавидит. И в этом есть очень много жизненности, в этом есть очень много реальности с одной стороны. А с другой стороны, конечно, внутри нас поселяются так сказать грядоносные вирусы, которые нарушают гармонизацию нашего состояния. и тогда мы начинаем создавать музыку, которая разрушает. И было обнаружено, что если в зале с очень хорошей акустикой, достаточно высокой громкости слушать разного рода музыку, которая очень с отсутствием формы, с отсутствием такого прослеживающего четкого ритмического рисунка, с очень многоликими акцентами, внутри которых шит хаос, то тогда начинает очень сильно перевозбуждаться. И тогда происходит как будто сбой в организме. Как будто бы организм сбили низкочастотными звуками. и тогда человек теряет ощущение собственной целостности. Например, мне было недопытно узнать, что прослушивание в зале с хорошей акустикой погонения и листа было обнаружено, что люди падали в уморок. Также я, например, из своего опыта знаю и знаю из опыта своих клиентов, что некоторая роковая музыка где действительно очень много вот таких аритмических конструкций, оно очень сильно начинает разрушать здоровье эмоциональное и физическое. И если посмотреть на жизнь многих рок-музыкантов, панк-рок и так далее, то мы обнаружим, что действительно очень много деструкций и очень много девиаций и всевозможных других зависимостей у этих людей, потому что как будто действительно очень сложно справляться и чувствовать свою собственную опору в своей собственной жизни. Поэтому ритм и музыка с одной стороны не может как поддерживать здоровье, исцелять, но также может и влиять очень не лучшим образом. Я попрошу следующий слайд. И пока сейчас следующий слайд переключается, я начну говорить о том, что существует не только ритм внутри музыки, потому что ритм это спонтанный нестабильный элемент, который может очень меняться, и он может быть очень акцентированным, он может быть свинговым, он может быть синкопированным, он может быть очень равномерным, он может быть очень разным. Существует также еще и метр, который стабилизирует, регулирует заданные начала в музыке, как в нашей жизни. Например, метром нашей жизни являются часы. И что бы мы не делали. Как бы сейчас я не говорила, как бы вы не слышали сейчас мелодию моего голоса, который быстро приобретает такой темп, то более медленный. И действительно есть такая своеобразная мелодия и есть своеобразный ритм моего голоса с паузами, с акцентами. Наряду с этим есть метр, который буквально секундной стрелкой и минутной стрелкой, и часовой стрелкой отмеряет нашу жизнь, что бы ни происходило. Это как время, которое есть Кайрос и Хронос. И Хронос как будто бы является нашим метром, а Кайрос является нашим ритмом. Потому что в моменты переживания, в моменты печали наше время может растягиваться очень долго с одной стороны, а с другой стороны оно как будто бы сплющивается. И пройдет два часа, но вы как будто бы их не заметите. И там вы будете очень медленными и будете очень каком-то в своем внутреннем потоке, внутреннем плаче. И также музыка, которая буквально помогает нам горевать, буквально помогает нам оплакивать то, что мы потеряли. И если брать ритуалы и обряды, это музыка плача, это та музыка, ну или какая-то погребальная молитва, или та музыка, которая звучит, чтобы раскачивающее тело вперед-назад, которая звучит для того, чтобы буквально успокоить боль в сердце от потери. И с другой стороны, когда мы очень радуемся, время тоже может полететь незаметно, но там будет очень яркий выразительный ритм с огромным количеством акцентов. Это, знаете, как на празднике, где есть очень много ярких красок, звуков, звучат разные мелодии, звучат разные голоса, потешки, прибаутки. Это то, что буквально приглашает тело прыгать. И это музыка радости. И хотя тоже время будет течь в определенном ритме, потому что минуты и секунды, они не замедляют свой бег. Но переживание совсем будет другое. И это время будет пролетать очень быстро. Или, например, когда мы боимся, или когда мы очень тревожимся, то буквально минута может тянуться очень долго, как будто бы это целый час прошел. Чем выше тревога, чем сильнее переживание, тем как будто бы время кажется максимально длинным, максимально занимающим место. И это, соответственно, будет очень такая музыка с очень проявленным, выраженным ритмом и такой мелодией, которая буквально холодеет душа или холодеет кончики пальцев, рук и ног. Это такой ритм, который буквально утягивает вовнутрь и заставляет наше тело буквально съеживаться и замирать. Это, как правило, очень резкие звуки. И это, как правило, очень глубокое звучание, которое открывает пространство бездны и пространство огромности мира. это может быть реальный гул самолета или раскатистый гром, который покрывает все небо, который заставляет съеживаться нас, потому что мы не властны этим управлять. То же самое и в музыке, когда мы слышим такие же звуки, мы начинаем съеживаться. И, соответственно, аффект гнева, он будет равен в том, что это будет очень резкие, направленные, выразительные, с очень сильной интенсивностью и ясностью мелодии, ясностью ритма. Потому что, на самом деле, как будто бы в гневе есть почти синхронизация времени хроноса и кароса, иногда с увеличением интенсивности. Но там есть порядок и есть равномерность проявленности изнутри вовне. И, конечно, общий принцип развития это всегда борьба и единство стабильных и нестабильных элементов, метро и ритма. И когда любая музыка играет, то всегда есть как будто бы два кругольных полюса. С одной стороны, есть музыка очень равномерная, где практически равномерный и повторяющийся ритм, и есть очень чёткий метр, который не меняется от такта к такту. И есть такая дестабилизирующая музыка, когда ритмический рисунок практически не повторяется. Это называется такое акцентированное фразирование, когда то один ритмический рисунок, то другой ритмический рисунок, и метры тоже могут меняться внутри. То есть это может быть две сильные доли, три сильные доли и так далее. И, конечно, когда мы соединяемся с этими естественными ударениями, которые звучат в музыке, мы начинаем вибрировать вместе с ними, даже если мы очень сильно упираемся мозгом и говорим, что это не влияет. Вот это очень такая интересная история про то, что материя – это то, что существует для нашего сознания, так и, собственно, с ритмами. Это буквально то, что существует, то, что влияет на нас вне нашего сознания. И мы ничего с этим напрямую поделать в большом счёте не можем. И поэтому единственное, что мы можем делать, это чувствовать это, быть с этим в сознании и воспринимать это. Ну, как, например, сейчас я позвучу немножечко одним из ритмов, и в этот момент как раз переключится следующий слайд. Послушайте, пожалуйста. И когда мы слышим тот или иной ритм, или то или иное звучание, к нам приходят разные образы. И буквально может нам приходить какое-то напоминание, ощущение. И кому-то напоминает этот ритм – стук колёс, поезда. Кому-то какую-то мелодию танцевального ритма. И поэтому действительно, слушая музыку, мы всё время ищем ответы на вопросы. Почему музыка оказывает влияние на состояние человека, эмоциональное, эмоциональное, эмоциональное. И почему один ритм завораживает, и одному это нравится, а другой нет. И как музыка способствует стремению души и тела. И зачем вообще люди создают музыку. И, конечно же, современная наука бежит вперёд. И, конечно же, к всему вину волны. Звуковые волны. Которые связаны с электромогнитными и лучевыми волнами. И которые, конечно же, связаны с нашей способностью понимать мир. Поэтому ответы у нас лежат, конечно, в структурах нашего мозга. Я прошу следующий слайд. И я на одном из наших вебинаров рассказываю подробно про альфа, бета, гамма и дельта волны. И сейчас совсем того, что у нас марафон. Мы буквально делаем монтаж одного, другого и третьего. Но мне просто очень хочется отметить, что, если разложить в этом спектре, то каждая музыка нашего развития, нашего состояния, она тоже находится в диапазоне нашего сна и бодрствования. И есть ритмы колыбельных, которые буквально успокаивают, которые буквально возвращают, вот это возвращает наше переживание собственного веса на этой земле и возвращают нас к себе. И есть очень активизирующая музыка, которая приглашает к активным воображениям, которая буквально стимулирует, или которая буквально излучает, изобилит альфа-излучением и приглашает к альфа-ритму нашего мозга. Есть еще более проявленная ритмическая музыка, которая буквально заставляет нас шевелиться в два раза быстрее, и это бета-волны. И это совсем погружающая музыка, которая приглашает нас в такой низкий-низкий-низкий-низкий такой дельта или дата-ритм. То есть на самом деле каждая история, она то пробуждает, то засыпает нас, то нас стимулирует, то расслабляет, то приглашает к такому чрезмерному возбуждению, то наоборот приведет к состоянию такое, знаете, когда вот бабочки порхают, и душа разворачивается, и хочется петь, когда действительно есть такое переживание благости и радости. Сейчас, когда говорите слова, я вспомнила фразу из нашего советского бестселлера «Герои судьбы с легким паром», когда в самом начале герой, диалог между героем и героиней, когда люди поют, ну не знаю, когда поют, ну там на праздниках поют, там еще там где-то поют, люди поют тогда, когда им хорошо. И вот, наверное, мне очень хочется сегодня обратить внимание на вашу такую естественную природную способность создавать для себя свою собственную музыку души, и чтобы действительно поддерживать самого себя в таком непростом ритме нашей жизни. Не важно, где вы находитесь, в большом городе, в маленьком городе, в силу того, что сейчас очень много всевозможных технических средств, конечно, это очень сильно влияет на наше состояние. И поэтому мы идем дальше, и следующий ритм, ой, следующий ритм, да, следующий слайд. Мы идем дальше, и мне хочется обратить ваше внимание, что буквально вы сами для себя и своим собственным голосом можете создавать определенные состояния. И, например, однородный ритм без контраста длительности создает ощущение равномерного движения, способствует успокоению, снятию эмоционального напряжения. Я сейчас, конечно, постаралась говорить ровно, конечно, что мне не очень удалось, но это буквально, когда я говорю и рассказываю сказку. Или, например, я говорю, «Жили-были, дед и баба, была у них курочка ряба». Или это когда я буквально начинаю говорить очень ровно, равномерно, рассказываю эту историю. И сейчас наверняка вы обращаете внимание, как совсем по-другому вы воспринимаете мою речь. Или, наоборот, это акцентированные ритмические фразы. И мои фразы, международные ритмы, разные ритмические прогрессии я могу усиливать или могу ослаблять. Я могу играть с различными сериями, говорить так или так, так или так. Я могу нагнетать ритм или могу, наоборот, очень-очень-очень как-то замедлять, ослаблять и очень снижать темп. Пластически тихо-тихо, потихонечку-потихонечку могу разгоняться и снова говорить быстро-быстро-быстро-быстро. Обратите внимание, что сейчас я попробовала очень разные способы говорения. Это то, чем я сейчас управляла. Но то же самое, когда у нас есть интернет-переживания всевозможные, наши разные. Если потом послушать себя на записи или буквально послушать другого человека, который заражен эмоциональным состоянием тем или иным, вы услышите, что голос либо будет заикаться, либо он будет говорить очень медленно, растянуто, либо будет говорить очень тихо, либо будет говорить очень громко, возбужденно. Потому что действительно акцентированные ритмические фразы это всегда есть проявленность того, что я чувствую в том, что я переживаю. И здесь мне очень хочется обратить внимание на то, что не бывает такого, чтобы одно влияло на другое, а одно влияло только на другое, и чтобы не было взаимовлияния. Наша жизнь так устроена, что мы все друг на друга влияем. Поэтому, когда я говорю про влияние, я имею в виду влияние не только изнутри, вовне, но также я имею влияние изне, вовнутрь. И если вы будете буквально возбужденно, громко что-то говорить, таким образом вы будете приглашать другого человека тоже резонировать с вами. И, например, когда вы слышите очень громкую, возбужденную речь, достаточно говорить, начать говорить тихо, чуть тише, спокойнее, ровнее. И тогда мелодия вашего голоса буквально успокоит мелодию голоса, буквально успокоит мелодию голоса и интенсивное состояние вашего собеседника. И селебричный ритм, любой селебричный ритм создает такое ритмическое равновесие. Поэтому очень показаны всевозможные вальсы, свинги, всевозможные такие танцевальные мелодии, которые открывают, у которых есть очень четкий ритм и которые буквально поднимают настроение, успокаивают нервную систему или приводят ее в тот жизненный тонус, который помогает человеку воспринимать мир в тех красках, которые его поддерживают. И следующий слайд. На этом слайде есть две цитаты из исследования Блаженковой Ольги, что ритмы музыки способны вызывать интегрессивные изменения ритмов организма и способность ритмов заражения, подчинения себе дает возможность использовать его для координирования совместных действий и регуляции внешних и внутренних процессов, развития самоконтроля, воли и преодоления пассивности. И если мы опять отлистаем страницы истории чуть-чуть вперед, то действительно существуют исследования, очень ранние исследования, влияние музыки на трудоспособность людей. И мы знаем о том, что существуют такие трудовые песни, очень ритмические, веленном четком ритме, когда это то, что помогало людям повышать свою работоспособность и это то, что помогает совершать какие-то однообразные движения. И те же самые походные песни, маршевые песни, которые помогают преодолевать огромное расстояние и помогают действительно развивать вот этот самый контроль и помогают в преодолении пассивности и возвращают эту активную позицию. И мы идем дальше. И я вижу, что никак много времени не осталось. И очень все-таки хочется сказать о том, что действительно существуют волшебные силы музыки, что есть ритм, мелодия, движение и звук. И у нас сейчас перед собой очень разные инструменты. И прежде чем мы с вами перейдем дальше, мне очень хочется пригласить вас послушать разные звуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то звук вам показался более приятным, благозвучным. Какой-то звук у вас вызвал недоумение. Какой-то звук у вас вызвал такой, да-да-да, мне так это нравится. И, наверное, в этом есть такое удивительное волшебство, которое также заложено в структурах нашего головного мозга. Из потрясающей книги, автор Сью Герхард, которая не так давно переведена на русский язык, не так давно вышла в издательстве, Сью пишет о том, и книга называется «Как любовь формирует мозг ребенка». И Сью пишет о том, что действительно самая первая структура, которая открывается, и благодаря которой ребенок начинает распространять мир, это лозуночная лобная кора, и которая является такой прародительницей нашей эмпатии, генетической эмпатии, эмоциональной эмпатии, эмпатическому переживанию. И поэтому действительно организм младенца – это как такой, не знаю, звучащий и воспринимающий орган, который буквально питается теми звуками, которые его окружают, и буквально соединяется с природой голоса, ритма, звучания мамы, пространства, в котором он находится. И это то, что начинает создавать для нас зону комфорта и некомфорта. И наверняка вы обращали внимание, что как только вы читали на мелодии, вдруг сразу появляются какие-то образы, или вдруг подходит кому-горлу, и начинают проступать слезы. И на какой-то музыке вас буквально воротит, вас начинает трясти, и понимаете, что вы прям не переносите эту музыку. И это действительно очень… Это очень… То, что сопровождает… То, что является памятью нашего тела. Это то, что создавало в своё время определённое… То, что создавало в определённое время, не знаю, определённый дизайн, может быть, нашей жизни, и приводило нас к тем или иным состояниям. И, например, если вы были в детском саду, где ваша воспитательница или ваша нянечка визжала как резная, то про любом визге, даже который находится очень далеко, ваше тело будет очень резко сокращаться. И, например, ту песню, которую вы слушали, как колыбинную, то при звуках этой песни буквально ваше тело, ваше сознательную часть мозга начинает реагировать, и вы буквально начинаете откликаться на эту музыку. И мы идём дальше. Следующий слайд. Я вижу, что время наше бежит вперёд. И для того, чтобы действительно музыка исцеляла и помогала нам, очень важно, с одной стороны, а, знать свои предпочтения, и б, руководствоваться следующими принципами. Для того, чтобы музыка буквально вас поддерживала, очень важно, чтобы эта музыка была, ну, чтобы она вам нравилась, с одной стороны. И, с другой стороны, чтобы эта музыка стала частью вашего переживания себя в этот момент. Литература пишет, что нужно спустить вибрацию, звуковое звучание внутри себя. И, ну, говоря простым языком, попробуйте пригласить своё тело на танец с музыкой. Как будто бы музыка начинает танцевать вашим телом. И не вы танцуете под музыку, а как будто бы музыка приглашает вас на танец, и вы начинаете двигаться в ритмах музыки, буквально почувствовать нутро то, что предлагается вам извне. И было бы очень здорово, если бы вы ещё начали подпевать этой мелодии, подпевать этой музыке, тогда вы как будто начинаете ещё больше соединяться, и разогреваться изнутри создавая так называемый внутренний массаж всех органов своими внутренними вибрациями. И есть другой принцип, принцип, так сказать, полярности или противоположности. Если вы находитесь в очень уставшем состоянии, в очень таком пассивном состоянии, и если вам нужно как-то активизироваться или как-то приподняться, ну и вернуть себе такую вертикаль, и вернуть активность, очень важно включить другую музыку, другую, не расслабляющую, которая поддерживала бы вас вот в этом ваше состоянии, а полярную музыку, которая буквально бы активизировала ваши жизненные силы, ваши жизненные мерки. И очень здорово, когда вы также будете начать двигаться под эту музыку, и очень здорово, когда вы начнете ей подпевать, этой музыке. И мы идем дальше. И в первом и втором случае, конечно, мы настраиваемся и мы используем вот этот ключевой момент, который связан с резонансом. А если вы еще будете действительно отбивать этот ритм по своему телу, используя наши конечности, то есть голос, дыхание и руки-ноги, то тогда вы можете создавать такую, использовать свой инструмент тела для того, чтобы буквально себя сонастроить и себя приподнять. Итак, четыре важных шага для создания своей собственной музыки. И вы это делаете каждый день на самом деле. Найдите свой ритм и свой темп. И это можно делать очень просто. Обратите внимание, как вы ходите. И каждый день ваша походка и ваш темп ходьбы и движения в течение дня это, собственно, тот ритм и темп, который сопровождает вас в этот момент. И если вы в этот ритм и темп еще начнете каким-то образом озвучивать, создавать всевозможные звучания, хлопать, шлепать, звучать, и это то, что приводит вас в движение под этот ритм. Если вы еще найдете звук, это читание звука, вы начнете буквально подпевать себе. Можно не обязательно с открытым ртом. Иногда даже советуют подпевать и создавать музыку с закрытым ртом, чтобы вибрации возвращались вовнутрь себя и буквально массировали тело изнутри. и позволить телу и голосу буквально создавать музыку вашего тела как некая проявленность себя в этом мире. И вы увидите, как с течением минуты, двух, трех, десяти минут вы будете восстанавливать переживания себя и будете все больше и больше ощущать себя на этой земле и больше и больше ощущать себя в этом мире и автором своей собственной жизни. То же самое можно сделать с любыми инструментами. Лучше, конечно, брать простые инструменты, которые могут звучать, колокольчики, бублы, барабаны. И очень здорово, чтобы у вас дома был какой-то ваш любимый инструмент. Они не так сложны в освоении, но они приносят очень большую радость. И следующий слайд, который нам говорит о том, что наше время завершать. Время 12 часов. Я желаю вам хорошей вашей музыки изнутри вовне и из вне вовнутрь. Спасибо за внимание. До новых встреч.